В Барановическом районе отметили 105-ю годовщину со дня окончания Первой мировой войны. О качестве питьевого водоснабжения населения Барановического района говорили на очередном заседании райисполкома. В Барановическом районе чествовали работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК. Здравствуйте, уважаемые телезрители! В субботнем эфире телеканала Интекс информационная программа «Итоги недели. Барановический район». 105-ю годовщину со дня окончания Первой мировой войны отметили в Барановическом районе. В деревне Скробово у братской могилы русских воинов 11 ноября состоялся торжественный митинг. В нем приняли участие руководство Барановического райисполкома, представители силовых структур, Совета ветеранов, профсоюзов, Городищинского селисполкома, БРСМ, Беларуси, Белорусского союза женщин, депутаты, работники птицефабрики «Дружба», кадеты, жители деревни Скробово, школьники. В 105 лет назад, 11 ноября 1918 года, завершилась Первая мировая война. В военный конфликт были вовлечены 38 стран и 2 трети населения планеты. Один из самых смертоносных конфликтов в истории. Около 9 миллионов человек погибли в боях и более 5 миллионов мирных жителей в результате военной оккупации, бомбардировок, голода и болезней. Кровавое колесо докатилось и до Барановичской земли. К октябрю 1915 года линия огня проходила к востоку от Барановича и Пинска по линии Михалишки, Ашмяны, Новогрудок, Барановичи, озеро Вагонощанское. Она разделила территорию современного Барановичского района на две части. С осени 1915 до лета 1916 на участке фронта, который проходил по территории края, не происходило активных боевых действий. И только в июне-июле 1916 года российские войска Западного фронта начали наступательную операцию, получившую название Барановичская или Скробово-Городичинская. Русские несли большие потери, многократно превышавшие немецкие. Русская армия потеряла убитыми около 80 тысяч человек. После этого шли позиционные бои. В 1917 году деревня Скробово вновь стала ареной жестоких боев. 30-31 октября по старому стилю, через 5 дней после революции в Петрограде, немецкая армия перешла в наступление на участки деревень Газарок Скробово-Заоси. Но гренадерский корпус 2-й русской армии не позволил прорвать фронт. О ожесточенности этих боев говорят воспоминания участников тех далеких событий. По их рассказам окопы 1-й и 2-й линии несколько раз переходили из рук в руки. Они были буквально заварены телами погибших. Видя бесплодность своих атак, германское командование пошло на бесчеловечные меры. Пустило на русские оппозиции отравляющий газ хлор. Русские солдаты не были готовы к газовой атаке, у них не было противогазов. И пострадали в первую очередь те солдаты, которые были в траншеях и окопах. В некоторых ротах осталось по 50 человек. После газовой атаки началось новое наступление. Однако подошедшие полки не позволили прорвать оборону. Для русской армии этот прорыв стоил 1-й тысячи жизни солдат и офицеров. В память об их мужестве в 1984 году и был установлен памятник. Монумент хранит благодарную память о ратной славе, обо всех, кто на разных этапах истории нашего государства защищал его независимость, достоинство и свободу. Многим из солдат Первой мировой войны довелось сражаться затем и на фронтах Великой Отечественной войны. Закаленные ветераны вдохновляли на подвиги молодых бойцов. Передавали им традиции боевого товарищества, братства, традиции воинской чести. Сегодняшнее мероприятие не только дань памяти погибшим воинам Первой мировой. Это предостережение и напоминание о том, что мир хрупок. И мы обязаны беречь мир, помнить, что самое ценное на Земле – мирная, спокойная и стабильная жизнь. Участники торжественного митинга возложили к подножию памятника цветы память погибших почти лиминутой молчания. В рамках проекта «Цифровая звезда» была установлена табличка с QR-кодом у воинского захоронения, отсканировав который, каждый сможет получить информацию об этом историческом месте. О качестве питьевого водоснабжения населения Барановичского района говорили на очередном заседании райисполкома. С докладом выступила Ольга Анискевич, заместитель главного врача Барановичского зонального центра гигиены и эпидемиологии. Качество питьевой воды на особом контроле главы государства и под пристальным вниманием всех ведомственных структур. К 2025 году каждый беларус должен быть обеспечен чистой водой без посторонних примесей. Вопрос решать станции безжелезивания. На повестку дня заседания Барановичского райисполкома была вынесена тема H2O. Эксплуатируется на сегодняшний день 13 станций безжелезивания. Только за истекший период этого года построены введены в эксплуатацию новые станции и далее сети водопровода, водозаводная скважина и резервуарочистой воды в деревне Новая Мышь в агрогородке Русино. В стадии пуска навалочных работ объекты в деревне Сибирьки в агрогородке Кроши. Проектные изыскательные работы ведутся по объектам деревни Ястребель в поселке Первомайский в агрогородке Вольна. На системной основе в Барановичском районе ведется мониторинг, который позволяет в динамике оценивать качество воды на основе лабораторных испытаний. Большая часть централизованного водоснабжения у нас обеспечена за счет коммунальных водопроводов. И в текущем году в отношении 27 коммунальных водопроводов были проведены мероприятия технического характера. Это 30% от состоящих на надзоре. И, к сожалению, на всех были выявлены те или иные нарушения части санитарного состояния, как источников, так и сооружений водоснабжения. Ну, справка доходила до всех заинтересованных, я, может быть, не буду уже детально перечислять все, но нарушение такого рода, как нарушенное состояние ограждения границы первого пояса зоны санитарной охраны, непосредственно водопроводных сооружений не поддерживалась чистота места соединения оборотов, не станции безжелезные, не герметичные из-за течи, которые в павильоне имеются. Там две какие-то конструкции павильонов могли быть неисправны. Были факты содержания надзеленного павильона в аварийном состоянии, были факты не обломбировки люков, лазов в ресервуары, водоразборные колонки могли быть неокрашены, а в колонах не устроено окно подложенным образом и водоотводящий стол. Вопрос качества питьевой воды для белорусов действительно стоит остро. В этой связи в Беларуси до 2025 года построят порядка 800 станций безжелезования. В конце ноября-декабря в Крошине заработает уникальная станция, аналогов которой на Брещине нет. В агрогородке превышено не только содержание железа, но также фтора и бора. Именно поэтому мобильная установка будет оборудована дополнительно мембранными обратноосматическими системами. Качественная чистая вода из-под крана будет течь не только в домах местных жителей, но и в амбулатории, детском саду, школе, административных зданиях, хозяйства Крошин. В Барановичском районе чествовали работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК. В Доме культуры агрогородка Мирный собрались передовики отрасли и руководство района. Центральным событием праздника стала церемония награждения тех, кто по-настоящему предан своему делу на родной земле. В воскресенье 19 ноября профессиональный праздник отметит те, кто трудится на земле и обеспечивает продовольственную безопасность нашей страны. Работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Сегодня в сельском Доме культуры агрогородка Мирный собрались люди разных трудовых поколений. Руководители всех уровней – хлеборобы, механизаторы, земледельцы, животноводы, специалисты предприятий аграрного комплекса, пищевой промышленности и многие другие принимали поздравления. Хорошим настроением гостей праздника заряжались порога. В холле работала выставка «Дегустация продукции», которую производит предприятие Барановического района. Попробовать вкусные изделия мог каждый. Традиционно каждое хозяйство представило каравай из урожая 2023 года. Слова признательности и труженикам адресовал глава района Сергей Карпенко. Хотелось бы поблагодарить тружеников села за их труд. Спасибо вам за преданность родной земле, верность традициям, самоотверженного служения во благо нашей родной Беларуси. Желаю вам больших достижений, богатого урожая и стабильных доходов. Мира, добра, благополучия и крепкого здоровья вам и вашим семьям. Бесспорно, аграрный сектор – это важнейшая сфера экономической жизни нашего государства. Барановический район традиционно славится своими хлеборобами. В очередной раз барановическая земля подрила один из лучших урожаев на Брещене. Каждая 12-я тонна областного каравая намолочена в нашем районе. К слову, урожайность одна из самых высоких в юго-западном регионе – более 50 центнеров с гектара. Впервые в истории района получен воловой сбор зерновых с кукурузой на зерно более 207 тысяч тонн. Хочу отметить, что Барановический район в этом году стал лидером в области по урожайности кукурузы на зерно. Средняя урожайность кукурузы на зерно по республике – 83 центнера с гектара, в области – 87, а по району достигнута максимальная урожайность в истории района – 123 центнера. В том числе, а у «Птицфабрика Дружба» получено более 166 центнеров с круга. Впервые в истории Барановического района с хозяйственными организациями произведено более 21 тысяч тонн маслосемян рапса. На областном фестивале «Дожинки-2023», который прошел в этом году в Ганцевичах, награды по итогам уборки зерновых и зернобобовых культур, получили 10 победителей из Барановического района. Планомерно развивается и животноводство. Оно дает порядка 62% от всей воловой продукции. За январь-октябрь 2023 года в сельхозорганизациях района произведено более 112 тысяч тонн молока. Барановический район является волообразующим в Брестской области. Предприятие района производит 74% мяса птицы, яиц куриных – 58%, 15% сахарной секлы, 12% зерна, по 6% молока и продукции выращивания крупного рогатого скота. А грибов-шампиньонов – почти 49%. Сделано многое, но еще большее предстоит сделать для повышения конкурентноспособности предприятий района. Центральное событие праздника – церемония награждения передовиков. Десятки лучших поднялись на сцену за наградами. Мероприятие украсили музыкальные номера, посвященные всем тем, кто вносит большой вклад в экономику страны, ее продовольственную безопасность. Это все на сегодня. О том, что принесут нам следующие 7 дней, мы расскажем вам ровно через неделю. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok